МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий Викторович, ну, это не серьезно, в конце концов. Да пошел ты. Ну, вы уехали один без охраны, никого не предупредили. Ты же не гунди, а. Я не могу обеспечить вам безопасность, если вы не выполняете элементарных условий. Безопасность он не может обеспечить. А что ты можешь обеспечить? Может, ты почтальону нашел, пока меня не было, а? Я не слышу ответа. Нет. Нет. Охреново работаешь, Гриша. И вообще, ты мне больше не нужен. Уволен. И вся твоя свора уволена. Пошли вон отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Джек, тихо. Джек. Джек, Джек. Тихо. Валя, Валя, что случилось? Валя, не пугайся, не пугайся. Как это, не пугайся? Что с тобой? Все нормально. Ну, как это нормально? Господи, ты весь в крови. Я звоню тебе, телефон не отвечает. Я уже не знала, что и думать. Тебя избили, Валя? Да ну что ты, я это, перевернулся и вписался в поворот ДТП. Аварию? Ну да. Слушай, все, все, тебе ничего, инновации. Прости меня. Да ты меня прости. Все в порядке? Все в порядке, правда. Все нормально. Давай возьмем скуль. Все хорошо, все хорошо. Дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все-таки я его сделал. Сам сделал, сам. А нет, Юрий Викторович, не чокаясь. Да, Харьков-Воробьев, дважды умереть — это сильно. Че, молодец. Так держать. Валя, вот смотри, что я нашла. Так, давай я снимаю рубашку. Я сам. Все, я сам. Давай. Ага. Может быть, все-таки в больницу съездим? Все, ну, я вам дам сорок минут. Мне кажется, тут можно все зашивать. Все, хочу. Давай. Если что, Завин. Если что, Завин? Угу. Десять дней. А может, ты права, девица небесная? Надо быть добрее. И не копать яму другому. Попробуй сменить тактику. Все-таки я считаю, что нужно было съездить в больницу. Света, ну, а чего в больницу? У меня, вон, смотри, какой измерзкий аппетит. А если у человека такой аппетит, значит, он здоров. Да? И все-таки, Валентин, мне интересно, что случилось? Ну, ничего не случилось, я. Уехал за городом, и джип меня подрезал, и все, я в кювет слетел. Так просто? Ну, да. Просто. Ну, а что? Ничего. Ну, все же прошло, образумился, Свет. Ну? Только почему-то я тебе не верю. Почему? Почему-то. И вообще, мне кажется, вы, мужчины, себя не бережете и не думаете о других. Свет. У тебя, наверное, будут неприятности из-за машины, ты же говорил, что она служебная. В общем-то, во-первых, она застрахована, во-вторых, ну, ее давно уже пора было менять. Все нормально. Удивительно. Поражаюсь твоим спокойствием. Ведь вчера ты был на грани смерти. Свет, ну, давай не будем об этом. Ну? Ну? Случилось, случилось. Жизнь же продолжается? Продолжается. Да. Очень вкусно. Ты меня только пойми правильно, Сергей всегда был и останется для меня идеалом мужчины. Просто, сейчас, впервые после его смерти, мне стало интересно быть с кем-то другим. Ничего себе поворот. Не ожидал, Серега? Дмитрий Владимирович, есть кое-какая информация по опекуну Шевердиной. Дмитрий, что-то ты, Паш, сильно светишься для понятия кое-какая. Много нарыл? Ну, там и есть. Кое-что интересное. Ну, давай, выкладывай, вываливай. Ну, так. Харьков. Валентин Владимирович. 1969 года рождения. Коммерческий директор какой-то там фирмы. Есть адрес проживания, номер и марка служебного автомобиля. Вот. Ну, где ты так быстро подсуетился? А вот это самое интересное. Я отводил нашего клиента по всем нашим базам. Вот протокол ГИБДД. Составленный вчера. Машина, которую управлял Харьков, вылетела с трассы, перевернулась и сгорела. И? Водитель, то есть наш Харьков, он чудом остался жив. Он в последний момент успел покинуть автомобиль перед взрывом. Как вам такое? А кто тебе сказал, что это именно наш Харьков? Знаешь, сколько в Москве людей с такой фамилией? Вот. Вы меня обижаете. Я проверил по базе ГИБДД, пробил права и по фото лично убедился, что это он. Лихо. Ну, и где он сейчас? В больнице? Нет. От госпитализации отказался. После такого ДТП? Представьте себе. А тест на алкоголь? Отрицательный. Ну, это нас как раз меньше всего волнует. Жив и слава Богу. Нам, Паша, теперь тем более надо как можно скорее выяснить, какое все-таки отношение Харьков имеет к Шевардиной. Значит так. Теперь у тебя есть концы. Начинай дергать. Есть. Разрешите идти? Ты еще здесь? Ну, что? Как ты? Уже нормально. Что у тебя с лицом? Да. Брился. Порезался. Слушай, я тут тебе фильмов накачал, чтоб тебе скучно не было. Я ждала тебя. Спасибо, что пришел. И за то, что тогда пришел. Спасибо. Вера, ну, ты как это? Береги себя. Лекарства надо по инструкции принимать. Кто бы говорил? Ну, видишь, надо было у меня уточнить. На себе бы не пришлось испытывать. Так ты трубку не брал. Вера, я не всегда рядом буду. Давай обещай мне, что больше никогда. Да? Знаешь, мне совсем не было страшно. Правда не очень помню, но я помню, что я испугалась один только раз. Один единственный раз. Здрасте. Ну, что ты молчишь? Слушай, мне бежать пора. Все, побежал. Давай. Береги себя. Да? Поздоравливай. Я могу идти? Еще два вопроса не для протокола. Можно? Ну, почему бы и нет? Юрий Викторович, скажите, я могу поговорить с начальником вашей службы безопасности? Бакулин? Да. Наверное, можете. Дело в том, что у меня он больше не работает. Стоп. Как не работает? Ну, так. Попал под сокращение штатов. Террас. А как же ваша безопасность? Вы же боитесь, что станете третьей жертвой вашей фирмы? Боялся. А что же заставило вас перестать бояться? Вы знаете, у нас в конторе сейчас не лучшие времена, в том числе и финансовые. Так что приходится экономить. Понятно. А ваш иск относительно доли Сергея Воробьева тоже из-за не лучших времен? Да. А это что, имеет отношение к делу? Почему нет? Ваш иск встречный, с той стороны, супруга вашего лучшего друга. Знаете, супруга лучшего друга — это не лучший друг. Да, даже не в этом дело. Они не были расписаны. Но они ведь жили в гражданском браке. Вот именно. Гражданский брак. А для меня это не брак. Вот как? А у вас, мне казалось, ранее были с ней прекрасные отношения. Что-то изменилось? Видите ли, не я начал эту войну. У вас, возможно, вам трудно будет это понять, но бизнес — это понятие довольно-таки жёсткое. Мы с Сергеем, можно сказать, жизнь положили на это дело. Сергей положил, это точно. Почему? Послушайте, не ёрничайте, пожалуйста. У Светланы есть два процента. Это более, чем достаточно. И на остальное она вообще не имеет никакого права претендовать. Вы не считаете, что ваша позиция довольно циничная? Послушайте, Юрий Владимирович, вот вам когда-нибудь приходилось держать в руках пятьсот тысяч долларов? Не вещдок, не куклу с фантиками, на которую вы лохов ловите, а реальные пятьсот штук баксов. Приходилось? Ну, если я скажу, что не приходилось. Вот. Когда придётся не просто поддержать, а вынужденно их подарить. Просто так, за красивые глаза. Я бы даже сказал, за очень красивые глаза. Вот тогда и будете обвинять меня в цинизме. А теперь я могу идти? Можете. Ой. Простите, ради Бога, чуть не забыл. Ещё один вопрос. Что-то у нас по скриптам всего немного. Обещаю. На сегодня это последний. Вам не знаком такой человек по имени Харьков Валентин Владимирович? Нет. Не помню такого. Спасибо. У меня всё. Всего доброго. Шеф, при чём здесь Харьков? Лучший друг Сергея Воробьёва должен знать всех его друзей. По идее. Вам-то каким боком удалось на Харькова выйти? О, здравствуйте, Валентин Владимирович. Прошу. Приветствую вас. О господи, что это с вами? Да, ничего страшного. Маленькое ДТП. Светлана Геннадьевна. Светлана Геннадьевна. Здрасте. Моё почтение. Просто Светлана, можно? Прошу вас. Спасибо. Ну что, как наши дела? Ну, дела идут, но не так, как хотелось бы. Впрочем, без временных трудностей таких дел не бывает. Мазуров подал встречный иск. Основание. Переход доли Воробьёва к нему, как к прямому партнёру по бизнесу. Подождите, но… Факт вашего гражданского брака с Сергеем Леонидовичем Мазуров отрицает. То есть, как? Светлана Геннадьевна, в вашем положении волноваться нельзя, но вы должны понимать, что это дело теперь сродни боевым действиям. Ну, допустим. А как он может опровергнуть? Насколько я знаю, он собирается предоставить доказательства того, что Сергей Воробьёв жил не только со Светланой Геннадьевной. Я думаю, они попытаются найти у Воробьёва другую гражданскую жену. Юра, вроде глупо удивляться твоей подлости после того, как ты меня убил. Господи, это бред. Ну, Светлана Геннадьевна, поймите правильно, я лишь озвучиваю их возможную аргументацию. Да это не аргументация, это ложь. Ложь. Ложь-то правда на чужой стороне. Я пока не знаю, какие аргументы собирается предоставить адвокат Мазурова, но мы с вами должны быть готовы к любому повороту. Ну, Свету так мучить, ты же её любил. Мы приехали уже. Представляешь, я просто вырубилась всё-таки два концерта в день. По-моему, это многовато. А мне так не показалось. Ты что, хочешь сказать, что ты был на концерте? Причём на обоих. Ну, ладно. А где ты сидел, я тебя не видела. На последнем ряду. Ты сидел на последнем ряду? Что, правда, что ли? Я думала, ты шутишь. Да, нет. Это Серёжа у нас шутник. Говорит, что любит классику, а на самом деле больше любит Туманный Альбион. Ты знаешь, что у него командировка? Да, знаю. Более того, чтобы послезавтрашняя встреча в Лондоне перенеслась на сегодня, к этому руку приложил я. Зачем? Так, просто с послезавтрашнего дня там сезон дождей начинается, а сегодня солнце. Решил помочь другу. Ну, я ему расскажу про сегодняшний концерт. Только про фотографии не говори. Не, ты что, зарыжет. Ну, хорошо. Юрочка, спасибо тебе огромное за цветы, за то, что ты меня проводил. Давай я помогу тебе цветы отнести домой. Нет, не нужно. А то, наверное, ты захочешь потом чаю. Ну, не только чаю. И не только чаю. Я ужасно устала. Так что в следующий раз, ладно? Спасибо. Свет, Свет, подожди, Свет. А у тебя ж на концерте не было кольца. М-м-м, да. Пятерка тебе за наблюдательность с последнего ряда. Во время концерта, то есть, после позвонил Сергей и спросил, что я решила, да или нет. В общем, я решила, да и надела это кольцо. Так что, когда будешь ему звонить, можешь поздравить его. Прежде всего, я тебя хочу поздравить. Поздравляю. Спасибо. Пока. Пока. Свет. Есть такая пословица. Собак лает, караван идет. Сергей часто повторял ее. Ну, вот видишь. Он бы и сейчас тебе то же самое сказал. Нет, ну, есть же какой-то предел человеческой подлости. Дело даже не в этих двух процентах. Ну, Юр же знал, что мы с Сергеем. Если бы Сергей это слышал. У тебя будет хорошо. Я тебе обещаю. Давай так. Я сейчас отвезу тебя домой, быстро смотаюсь на работу, потом зайду в кондитерскую и привезу тебе что-нибудь вкусненькое. Что ты хочешь? Оливки. Хорошо. Смотаюсь, насобираю оливок. Поехали? Поехали. 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 Верный дом. Поверьте, он стоит трех кредитов. Юрий Викторович, в нашем деле слова «верить» отсутствует. Нужно видеть. А когда я могу подъехать? Ну, давайте… Давайте сегодня в три. Хорошо. Договорились. Ес! С убийцей понятно, что ничего не понятно. Пока самое слабое звено в этом узоре вот здесь. Юрий Владимирович, а что это такое? Это, Паша, наш клубок, который мы пока распутать не можем. А может быть моя информация внесет в него какую-то ясность? Не слагай. Я нашел место работы Харькова. Фирмой владеет некий Метельский Федор Иванович. Ничем примечательно этот господин. Ничем. Здорово. А еще что-нибудь интересное есть? Есть. Водитель Харькова. Какой водитель? Ты же говорил, в ДТП он сам за рулем был. Так в ДТП он попал, пока был в отпуске. А до отпуска его возил, угадайте, кто? Неужели Мавроди? Юрий Владимирович. Паша, ни тени хреста ради. Поляков. Святослав Поляков. Бывший водитель Воробьев? Да. Интересно. Так, и что нам это дает? Так, еще, еще один персонаж в этом человеческом клубке. Да, либо Харьков и Воробьев действительно были знакомы, либо надо еще думать. Воробьев. Ты извини, Максим, я это без Харькова подписывать не буду. Почему? Да вот так вот. Не буду и все. Потому что. Пускай она сначала даст свою оценку, а тогда уже. Здорово, Сань. Подожди, ты же в отпуске. Ну, решил проверить. Вдруг вы здесь без меня соскучились? А с лицом чего, Валь? Ну, в Египте неудача спорядилась на банане. Что по себе? Должен быть. Увидимся. Здорово, здравствуйте. О, Валентин! Каким ветром? Ветром. Включение может быть на ремонте. О, Вальки, и что с тобой? Да, сам распространенный вопрос в шерстного вечера. Можем поговорить на идее? А, да. Баксим, давай подумай. Сядь у тебя. Ух ты. Ну, что с тобой-то? Давай рассказывай. Да, такое дело. Пришлось пораньше из отпуска вернуться. Там у родственников проблемы. Ехал в Подмосковье, в общем, в поворот не вписался. И всю нашу служебную тачку добил. Ах ты чёрт возьми, сам как? Да нет, всё в порядке, живой, нормально. Да вы не волнуйтесь, я со страховщиками поговорил, они новые колёса нам оплатят. Да наплюй ты на эти колёса, главное, что сам цел. Да нет, я всё в порядке, спасибо, нормально. Я просто к чему, у них там волокиты с долгами, всё с бумажками. А мне без нового машины никак. Может поможете? А чё помощь-то? Ну, я личный кредит просто хочу взять на машину. У меня белую зарплату, побольше нарисовать. Ох, да ну ты, прям, ну, конечно помогу. Ну, ты наглец. Ну, за то живой наглец. А вот интересно, Мазуров знает, что Швардина беременна? Да похоже, что нет. Иначе бы он не так надеялся на решение суда в свою пользу. Так надо было ему сказать, он бы успокоился. Успокоился? Паша, похоже, этот человек никогда не успокоится. Пусть информация о Швардиной прилетит к нему со стороны, а мы понаблюдаем за реакцией. Кстати, ты с водителем Воробьёва, а теперь Харькова связался? Да, он в командировке будет через два дня. Не забудь про него. И вот меня что еще волнует. У нас тут еще одна интересная связь нарисовалась. Харьков, Мазуров. Связь интересная и противоречивая. Швардина утверждает, что Харьков был приятелем Воробьёва. А Мазуров, будучи лучшим другом Воробьёва, Харькова в упор не знает. А это значит? Что кто-то из них говорит неправду. Правильно. Или врут оба. В общем, с этим тоже надо разбираться. Вообще, интересная картинка получается. Все вопросы ведут к Харькову. Интересно. Давай-ка, Паша, прощупай этого парня на его работе. Только аккуратно. Так он же в отпуске. А ты что, его самого щупать собрался? Да нет, я… Просто, чтобы попасть в офис, нужен повод какой-то. Так придумай. Давай так, с тебя кофе, с меня повод. Пошли. Валюк, слушай, ну ты дал. Весь офис в шоке. Ну что, бывает. Тачку жалко? Честно? А, ну да. Чего её жалеть? Кусок железа, да? Ага. Это горело. Она ещё и сгорела. Она ещё и сгорела. Угу. Я хренею. Ладно. Вот твои документы на кредит. Ух ты, Сань. Быстро. Спасибо. Решил, какую брать будешь? Пока нет. Знаешь что, ты бери дизель, он горит хуже. Ха, смешно. Хорошая шутка. Ну да, с тобой в последнее время по-другому нельзя. Ладно, Сань, давай, всё. Увидимся. Увидимся. Всем привет. Ну что скажете? Ну, в принципе, домик ничего. Я не понял. Почему в принципе? Ну, понимаете, уже система отопления устаревшая. И наверху тесновато. Ну, кому тесновато, а кому и хоромы. Согласен. Только думаю, что на такой кредит это ваше строение не тянет. Что значит не тянет? Ну, надо что-то добавить. Что добавить? Ну, вот можно в договор машину записать. Или что-то ещё. Вы подумайте. Понятно. Я уже подумал. А вы кому звоните? Человеку. Или вы думаете только ваша контора этим вопросом занимается? Юрий Викторович, ну не надо так горячиться. Да, а что мне делать? Давайте прибавим пол процента и по рукам. Понимаете, вы можете звонить кому угодно, от этого системы отопления новее не будет. Хорошо, я согласен. Но двадцать процентов наличными и прямо сегодня. Не вопрос. Остальные деньги переведёте мне на счёт. В конце дня вас устроят? Абсолютно. Ну, что я могу сказать, приятно иметь дело с цивилизованным человеком. Идите документы оформлять, я сейчас подойду. Я быстро. Алло, Эдуард Александрович, это вас Мазаров беспокоит. Да, я слышу, надеюсь, по делу? Естественно, я готов заплатить по счётчику. Ещё раз повтори. Я готов заплатить проценты. Ну, вот это приятно слышать. На, посмотри, здесь информации достаточно. Да, вроде да. Держи, предоплата. Не пересчитываешь? А смысл? Если там что-то не так, я вам просто конверт отдам. И мы с вами как будто не виделись. Видишь, все счета на разные фамилии. Угу. На все деньги точно его. Поэтому взламывать нужно все. Ну, надо будет взломаем. Рис, не так когда? Такое дело, либо через два часа, либо через две недели. Угу. А поточнее срок? До пяти лет. 272-ая статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Я пойду? Давай. Так, с деньгами разобрались. Пункт Б – недвижимость. Прощайся, Юра, с любимой дачей. Популярный напиток. Значит так, еще раз заставишь меня ждать, не обижайся. Больше твою задницу прикрывать не буду. Деньги будут, я обещаю. Ну, дай Бог. Да, говорят, в жизни есть две неприятные вещи – догонять и ждать. Но когда речь идет о процентах, ждать даже приятно. Ну, будь здоров. Здоров. Алло. Это Толкачев. Да, говори быстрее, я занят. Юрий Викторович, я тут нашего общего друга встретил. Слушайте, на нем просто живого места нет. Я, я в эти игры больше не играю. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Вы к кому? Я к вам. Я по поводу вашего сотрудника, который попал в аварию. Какой сотрудник? Сейчас. Харьков Валентин Владимирович. Наш коммерческий гений. Но он в отпуске. Это я знаю. Просто вот его же машина была оформлена на вашу фирму. Так? Да. Вот. А у нас переезд был, там много всего потерялось. Короче, нужны документы. Так. Какие? Так. Первое. Техпаспорт на автомобиль. Ксерокопия. Паспорт самого Харькова. Все страницы желательно. Ну, это долго. Ну, я никуда не тороплюсь. Знаете, а я тоже. Так. Так. Все нашла. Сейчас печатаю. Решите. Марин, ну, вы просто прелесть. Нет, ну, правда, даже в милиции так оперативно не работают. Да ладно вам. А вот этот Харьков, он прямо как в рубашке родился. После таких ДТП обычно не выживают. Да ему не привыкать. В смысле? Он на скрендель еще тот. Он не то, что в рубашке. Он в скафандре родился. Второй раз с того света возвращается. А первый когда? Да. Ну, это долгая история. Ну, вы меня заинтриговали. Я просто на заочном сейчас на психолога учусь. Так вот, для меня каждая судьба – это такой материал для изучения. Вот вы довольны своей судьбой? Я? Да. Ну, я даже не знаю. Наверное, нет. А почему? Ну, мне принца на белом коне. И чтоб не работать. Вот. Ну, я не принц, конечно, да. Но среди моих предков есть благородные родственники. Так что разрешите пригласить вас на ужин? Разрешаю. Хорошо. А скажите, Николай Андреевич, а каким образом следователям, которые ведут дело о гибели Воробьева, стало вдруг известно о наших с вами делах в суде? О правовым образом. Процессуальном. То есть вы хотите сказать, что они случайно зашли в суд и случайно узнали об иске с Шевердиной и о нашем с вами встречном иске, да? Нет, любезный Юрий Викторович, это вы хотите сказать, что я совершенно случайно зашел к следователям и посвятил их в течение наших с вами дел. Дорогой мой опытный следак нароет такого, что вам даже и не приснится. А потом, что это вас так сильно напрягает? Ничего меня не напрягает. Нет, напрягает. Вы, небось, сегодня у следователя были? Да, был. То-то и оно. Понимаете ли, они на тот случай, если дело-то у них не склеится, папки бумагами набивают. Так, ладно, проехали. Что у нас еще? А еще сущая мелочь. Надо подкормить наших замечательных свидетелей. А, ну да. Вы не против, если деньги с моего счета переведутся на ваши? Псс, обычная процедура. Вы реквизиты знаете. Конечно. Подождите минутку. Да хоть пять. Не понял, что значит недостаточно средств? Э-э-э-э. Проблемы? Нет, нет, нет. Никаких проблем. Что за ересь такая, а? Сейчас отдам я. А-а-а. Алло, Андрей, слушаю. Да, привет. Слушаю, у меня там какие-то проблемы со счетом. Глянь, пожалуйста. Да, все верно. Сегодня было зачисление. Хорошо, подожду. Да-да-да, слушаю. Как ноль? Андрей, где деньги, которые сегодня упали мне на счет? Какие операции? Когда? Слушай, я сегодня днем никаких операций не проводил. Конечно, разбирайтесь. Куда вы денетесь своим гребаным банком? Уроды. 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 Таких историй, вот честно, у меня в коллекции не было. Кенова можно снимать. Да-да-да, Алиса, в стране чудес. Не-е-е. А что? Марина упала, а не в тот колодец. Знаешь, что мне больше всего понравилось? Вот как ты со сломанной ногой выбиралась оттуда, это просто коньяк. Вот ты мне скажи, вот где справедливость? Вот почему кто-то с того света возвращается со знанием иностранных языков? А я со сломанной ногой. Ну? Не, ну я как вспомню, я лёд вздрогну. Вот сейчас бы я уже оттуда не вылезла. А тогда у меня лед десять было. Вот ты представь, окраина деревни. Я ору, а меня никто не слышит. Абзац. Абзац. Просто, нет, нет, правда, это очень-очень круто. Паша. Я Пашка. А теперь твоя очередь о себе рассказывать. А чего это я должен о себе рассказывать? Ты же не психолог. Ну, может, у меня личный интерес? Личный интерес потом. Сначала давай поговорим о коммерческом директоре. Про два раза с того света. Два раза с того света. Да запросто. Наливай ещё. Ирю Владимирович, Будулай вернулся с задания. О, Господи, чего орать-то? А я не заметил, что вы спите. Папа, а чего теперь шептать-то? О, это я дал. Нет, нет, вот это я сегодня дал. Вот это ваша затея со страховым агентом. Блин, это что ты? Не, ну реально, Оскар мне был бы гарантирован. Я не ту профессию выбрал. Паша, ты что, пьяный? Да что вы? Нет, конечно. Не, ну я чуть-чуть выпил в интересах дела. Что с себя чуть-чуть? Те разит, как из винной бочки. Да. Мы выпили это, вроде, немножко с Маринкой. С какой ещё Маринкой? Ну, секретарь, что там одна из офисов Харькова. Хорошая девчонка. Паша, ты ещё скажи, что это я тебя научил информаторов спаивать. Нет, хотя вы как-то говорили, что клиента легче всего спаить через вот это дело. Так, Павловский, надо будет твоих родителей в школу вызвать. Про родителей смешно. Давай, рассказывай быстрее, пока тебя окончательно не развезло. Да. В общем, наш клиент, он фрукты ищет он. Эй, ангел-хранитель. Теперь я понял, что мне нельзя Мазурова убивать. Но я разрушу его жизнь иначе. По кирпичикам, по камушкам, чтобы не собрать, не склеить. Чтобы он сам решил отправиться на тот свет. Добровольно. От безысходности. Это же не запрещено? О, ключи и документы уже в машине. Вот, номера тоже висят. Как говорится, за ваши деньги любой каприз. Кстати, у нас огромный выбор зимней резины, так что, если что, заезжайте. До зимы надо дожить. Всего доброго. Доброе утро. Для тебя, я вижу, она не очень добрая. А почему здесь? Почему не на работе? Потому что тебя на работу в таком виде пускать нельзя. Вот. Убей минералочку. Страховой агент. Герой-любовник. Да, слабенькое нынче поколение. Так от вина-то улететь. О, спасибо. Спасибо. Спасибо, это мало. Кофе мне оплатишь, в самый раз будет. Это вообще не вопрос. Что делаем сегодня? У тебя рутинушка. Сиди в кабинете, бумажки перебирай. А я на охоту схожу. Можно я с вами? Ты вчера уже сходил. Сегодня моя очередь. Сиди в кабинете. Здравствуйте, Григорий Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте, майор. Спасибо, что согласились встретиться. Не смешите, майор. Ваши организации не благодарят за согласие. Ну, в любой организации разные люди. Вы уж извините, что я вот так, как говорится, в попыхах, заехал, как говорится, за своими вещами на прежнюю работу. Кстати, а в чем причина вашего увольнения? Сокращение штата. То есть, официальная версия совпадает с личной. Григорий Михайлович, у меня пара вопросов на тему в убийстве двух сотрудников, теперь уже бывшей вашей фирмы. По-моему, мы на эту тему уже говорили. Возникли новые вопросы? Ну, если только новые… Как вы думаете, у вашего бывшего шефа Мазарова был мотив убийства? Послушайте, майор, даже если предположим, я скажу «да». Вы что, закричите «Ура» и побежите его арестовывать? А вы можете сказать «да»? Конечно, нет. Мотивы, извините, это не мое. Вы, если я не ошибаюсь, бывший офицер спецназа. И что? Мне казалось, что версия, это как раз по вашей части. А вы что, служили в спецназе? Нет. Тогда откуда вам знать? Ладно. Еще вопрос. Вы за последние пару месяцев не замечали в поведении Мазарова чего-нибудь странного? Нет, не замечал. Обычный бизнесмен, таких тысячи. В его дела я никогда не вникал. У меня была своя работа. Понятно. Да. Только я думаю, что… Послушайте, майор, я не писатель, я офицер. Я тоже. Спасибо, что уделили время. Не за что. Да ладно, Слав, да свадьба заживет. Главное, сейчас живой. Ага. Ну, зато, видишь, вернусь. Будешь катать меня на новой машине. Да. Так что нет худа без добра. Ага. Да. Ну, вернусь, узнаешь об этом первый. Давай. Ну, что, как успехи? Я все сделал. Что-то доделаешь? Нет, это что-то другое. Ага. Есть один момент по вашему вопросу. На какой счет должны в итоге поступить деньги? А твой? Не понял. Ну, я же тебе должен на эти вторую половину. Просто там как-то больше, чем мы договаривались. Это что-то смущает? Нет. Я пошел тогда. Ну, да. Вас, случайно, не Юрий Деточкин зовут? Юрий. Очень приятно. Давай. Я туда. Пока. Пока. Продолжение следует...